Рад вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии, которое у нас посвящено презентации компании Skyway Capital. Я вижу, что Елена из Волгограда поставила много плюсиков, значит слышно, видно, хорошо. Коллеги, мероприятие будет состоять из двух частей. Я говорил на целом ряде наших обучающих мероприятий на вебинарах, на презентациях компании Skyway Capital, что у нас каждый день проходит целая череда мероприятий в вебинарной комнате. Сегодня в 19 часов после меня будет Владимир Маслов проводить вебинар, который затрагивает тему адресных проектов. Это, я знаю, тема, которая интересует большое количество людей, которые ратуют и ждут реализации технологий во многих местах, во многих, скажем так, городах, странах нашего земного шара. Поэтому рекомендую тем, кто хочет увидеть перспективу применения нашей технологии, реализации технологий, разработанной Анатолием Дарычем Юницким. Поэтому рекомендую на вебинаре в 19 часов быть и пригласить туда своих партнеров. У нас же с вами речь пойдет непосредственно о компании Skyway Capital и ее предложении. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием саму технологию. Но мы о ней будем говорить кратко, мы о ней не будем говорить долго. То есть посмотрим пару роликов, касаемо этой темы, историю развития струнных технологий и конкретно перейдем к тому предложению, которая делает всем своим потенциальным, либо уже, скажем так, состоявшимся клиентом и партнером компания Skyway Capital. Всех хочу поздравить с началом действия дисконта седьмого этапа развития группы компании Skyway. Ну, чтобы сразу сначала было понятно, скажу, что, начиная с 2014 по конец 2017 года, у группы компаний Skyway есть четкий поэтапный бизнес-план, который у себя включает 15 этапов реализации технологий на данном отрезке времени. Цель какая? Это привлечение инвестиций, строительство экотехнопарка, строительство международного центра сертификации и демонстрации в Республике Беларусь, выведение транспорта на мировой транспортный рынок к концу 2017 года и выход на мировой рынок инвестиций с теми долями компании, которые сегодня вы можете приобрести. Мы сегодня с вами находимся на седьмом этапе. Седьмой этап развития компании подразумевает целый ряд работ, которые необходимо выполнить. И, скажем так, на данном этапе планируется привлечь инвестиции на сумму от 7 до 15 миллионов долларов США для реализации строительства экотехнопарка. Прежде чем перейти к технологии, буквально два слова о компании Skyway Capital. Первое, наверное, важное, то, что она зарегистрирована в Великобритании. Вы видите код данной компании, можете проверить ее, скажем так, на сайте официального регистратора Британских островов. Компания является официальным партнером группы компании Skyway по привлечению инвестиций. В первые месяцы работы компании Skyway Capital мы всегда демонстрировали ролик о подписании договора между Евгением Кудряшовым, который руководит компанией Skyway Capital, и Анатолием Ударовичем Юницким. Зарегистрирована компания под названием «Полный First Skyway Invest Group». Skyway Capital – это торговая марка компании, под которой она работает на международном рынке. То есть всей своей деятельностью мы способствуем выведению на мировой транспортный рынок новой инновационной транспортной технологии, разработанной Анатолием Ударовичем Юницким. И очень важно то, что с самого первого дня своей деятельности мы переняли опыт корневой компании, компании Resway System, работаем на той же платформе привлечения инвестиций посредством краудинвестинга либо народного инвестирования. То есть практически любой человек, проживающий в любой стране мира, может принять участие в нашем проекте, стать совладельцем технологии, приобретая какой-либо из пакетов долей компании. И сегодня эта возможность еще есть. Автором, виновником всего того, что происходит, является Анатолий Ударович Юницкий. Советский, белорусский, российский ученый, предприниматель, изобретатель. За время развития технологии ему доводилось руководить двумя проектами Организации Объединенных Наций. Эксперты данной структуре давали свою оценку технологий, давали свои заключения. И на основании этих заключений Организация Объединенных Наций выделяла денежные средства на разработку и внедрение технологий Юницкого. В начале своей деятельности в 80-х годах прошлого столетия он стал членом Федерации космонавтики СССР. У него более 140 изобретений, которые сегодня, многие из которых сегодня реализованы на практике и в промышленности, и в сельском хозяйстве. У него уже 19 монографий, потому что последняя информация с сайта Анатолия Дарвича Юницкого. 19 монографий и более 200 научных работ. Со многими из них вы можете познакомиться на сайте, ссылку на который, точнее, скажем так, имя сайта, название сайта www.unitsky.com вы увидите на данном слайде. Там есть большое количество печатных материалов, видеоматериалов, вплоть до государственных контрактов на строительство дорог, которые были заключены на третьем этапе развития струнных технологий. Об этом мы сейчас с вами поговорим немножко. Всю историю струнных технологий, которая условно разбита на четыре этапа. Но прежде чем рассказать эту историю, я хотел бы вам включить ролик, потому что периодически, ну фактически на каждом вебинаре у нас присутствуют люди новые, которые пришли получить информацию и увидеть, да, о чем же все-таки идет речь. И вообще как раз-таки суть презентации такова, что мы даем людям краткое представление технологии, мы даем людям представление о том, какое предложение делает своим инвесторам и партнерам компании Skyway Capital. И далее люди разбираются в информации, кто-то регистрируется, кто-то становится инвестором, кто-то становится активным партнером и развивает бизнес вместе с нашей компанией и зарабатывает деньги еще до момента выхода группы компании Skyway со своей технологией на мировой транспортный рынок. Итак, ролик о технологии, у него название простое, Transnet. Transnet это, как мы говорим, новый вид мировой паутины, следующий шаг в истории развития мировой паутины, только это будет мировая паутина не информационная, не интернет, к которому мы уже стали привыкать, а лет 15-20 назад для нас это была новинка, для нас это была диковинка. Transnet это мировая паутина перемещения грузов и людей, которая в себя впитает все преимущества этих технологий, информационных технологий, которые мы сегодня используем в повседневной жизни. Ну, плюс ко всему, Transnet позволит передвигаться транспортным средством со скоростью, ну, фактически со скоростью самолета, при этом эти транспортные средства будут перемещаться по путевой структуре. Со стороны это может напоминать, скажем так, автомобиль на железных колесах, передвигающихся по рельсам. То есть транспорт Skyway относится, как можно отнести, как к автомобилестроению, так и к железнодорожному транспорту. Только у него огромное количество преимуществ, отличий от всего того, что мы имеем на сегодняшний день. Транспортные технологии, которые мы сегодня используем, это автомобильный транспорт, транспортные системы, даже можно сказать так, да, железнодорожный транспорт, водный, речной, морской и воздушный, вертолеты, самолеты. Все они имеют свои преимущества и недостатки, скажем так, большинство недостатков всех этих четырех перечисленных транспортных систем устраняет технология под названием Skyway, небесные дороги, да, или Transnet. Вот об этом двухминутный ролик, который продемонстрирует, как выглядит транспорт уже недалекого будущего, какие у него преимущества. И после этого ролика мы будем с вами двигаться дальше. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства, которое потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система неоптимальна и не отвечает требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа транснета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, я вижу, что периодически у нас в комнате возникают проблемы со звуком у кого-то. Если вы смотрели ролик и у вас был звук, просто поставьте плюсики, это даст мне сигнал о том, что ролик посмотрели и информацию получили. А я буду продолжать наш сегодняшний вебинар. Итак, друзья, четыре этапа развития. Сегодня мы находимся на четвертом. Первый был в далекие 70-е годы прошлого столетия до середины 90-х годов. На этом этапе было подано первое заявка на изобретение, первые научные публикации, признание Федерации космонавтики СССР. Первая научно-практическая конференция в Белоруссии прошла в городе Гомель по внеракетному освоению космоса и о струнном транспорте тогда как раз-таки стали говорить в первый раз. Советский фонд мира выделил первый грант на развитие данной технологии. Второй этап. У Юницкого своя научная школа. Он провел большое количество испытаний в аэродинамической трубе по преданию, скажем так, обтекаемой формы. Будущему подвижному составу в первую очередь речь шла о высокоскоростном Скайвее. А технология затрагивает все три направления транспортного рынка. Это высокоскоростное междугороднее со скоростью до 500 км в час. Это городской транспорт. Я знаю, что во многих городах периодически, так как мы говорим, образуются транспортные коллапсы. Это связано особенно с автомобильными пробками в тех городах, где у нас есть какие-то водные преграды в виде рек. Как правило, мосты не очень широкие. И в часы пик утром и вечером люди часами стоят в этих пробках. То есть городской транспорт со скоростью будет передвигаться от 50 до 150 км в час и грузовой до 120 км в час. Вот ни много ни мало такие показатели. На втором этапе были продемонстрированы физические действующие модели разного масштаба. Был, скажем так, получен первый грант организации обменных наций на развитие данной технологии. И фактически на бумаге отработано первое поколение технологии струнного транспорта. Третий этап. Очень важный, потому что на этом этапе, скажем так, о технологии, разработанной Ницким, узнал весь мир. Потому что на целом ряде центральных каналов телевидения, на региональных каналах телевидения были целые тематические передачи, посвященные данному транспорту. В это время Анатолий Эдуардович принимает участие в различных выставках, форумах, посвященных науке, технике и транспортной отрасли в первую очередь. И были получены целый ряд дипломов, наград, золотых медалей, кубков на этих форумах, на этих выставках. На третьем этапе, благодаря помощи Александра Лебедя, на то время он был губернатором Красноярского края, был построен полигон в подмосковном городе Озеры. Планировалось построить участок дороги от подмосковного города Озера до Москвы. И у Анатолия Эдуардовича Ницкого появилась возможность продемонстрировать, что из себя представляет транспорт. И в принципе это и было проделано. То есть была, скажем так, эстакада металлическая, транспортное средство ЗИУ-131 на металлических колесах сбиралось по этой эстакаде. Полигон посещало большое количество различных международных делегаций. Были люди из различных государственных структур, ведущих институтов, которые связаны с тематикой транспорта. И было дано большое количество оценок, экспертиз проведено на территории полигона. Что важно, в это время, скажем так, был получен и второй грант организации Объединенных Наций, были заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. То есть, если сказать в двух словах, о технологии узнал весь мир. То, что есть такая технология. Мало того, испытания, отработка целого ряда методик, которые были проведены на полигоне, показали, что струнному транспорту жить, что такой транспорт можно создавать, использовать. Было бы только в доброй воле. По окончании третьего этапа развития технологий в 2009 году состоялся госсовет в городе Ульяновске. Губернатор Ульяновской области предложил нам в госсовете, на котором были все губернаторы и министры профильных министерств, внести в список критических технологий, которые необходимо развивать на территории Российской Федерации технологии Юницкого. Медведев это встретил, скажем так, достаточно серьезно, многие с ухмылкой. Но после этого госсовета было принято решение выделить порядка миллиарда рублей на развитие технологий, в первую очередь как раз-таки в Ульяновском регионе, но, к сожалению, полигон в подмосковном городе озера перестал существовать. То есть за короткий промежуток времени полигона не стало, его разобрали. Было сказано, что данный участок земли нужен под строительство важного государственного объекта, но, к сожалению, до сегодняшнего дня, или, к счастью, я не могу сказать, то есть оценка тут разная может быть, на том месте ничего не построено, да, хотя, как я говорил, планировалось построить дорогу озера Москва. И если вы зайдете на сайт Анатолия Дородича Юницкого, там, как я говорил, большое количество видеоматериалов, фотоматериалов, материалов непосредственно по самой технологии, да, подробной, скажем так, с расчетами, с формулами, почему это выгодно, почему это перспективно, вы все это можете найти. И там есть фотографии, где и видео, да, что из себя представлял полигон, а вам, кто присутствует сейчас на данной презентации, просто хочу включить короткий ролик, около двух минут, который продемонстрирует, что были проведены испытания, то, что технология была продемонстрирована миру, вот, и будем с вами двигаться дальше по информации нашего сегодняшнего вебинара. В 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная троса, эта система, это очень надежная система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком в 8-12-м. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай электронной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствуют полноразмерным изделиям и позволяют моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, ролик продемонстрировал то, что данный транспорт был продемонстрирован, был показан всему миру. То, что об этом транспорте говорили на ведущих телевизионных каналах, в первую очередь, Российской Федерации, потому что полигон находился в России. То есть технология Юницкого – это не тайна за семью замками. Это то, что мир уже видел. И теперь, в принципе, все, что делаем мы на сегодняшний день – это наши усилия направлены на привлечение денежных средств и строительство тестового участка. Но уже теперь это происходит на территории Республики Беларусь, где мы сможем еще раз показать, что из себя представляет транспорт, разработанный Юницким, сертифицировать все три направления транспортных систем – грузовую, высокоскоростную и городскую – и выйти на мировой транспортный рынок. Как раз-таки на четвертом этапе развития технологий, которое началось с 2010 года, Анатолий Дарвич Юницкий попробовал сначала все-таки обратиться традиционным путем к людям мира бизнеса и к чиновникам, к административному ресурсу разного уровня целого ряда стран. Но, к сожалению, эти переговоры все заходили в тупик. Было принято решение в 2013 году оценить интеллектуальную собственность Юницкого. Это делали независимые компании-агентства европейские. Собственность была оценена в сумму свыше 400 миллиардов долларов США и на основании интеллектуальной собственности была зарегистрирована компания Великобритании. Было принято решение привлекать инвестиции посредством краудинвестинга. И, наверное, на тот момент это была одна из первых компаний, если не первая, которая выбрала такую платформу для привлечения инвестиций. То есть возможность участвовать людей, пусть своими небольшими деньгами в создании данной технологии, в дальнейшем получать доход с огромного количества проектов, где данная технология будет реализована. То есть на тот момент уже появлялись первые краудфандинговые платформы, где люди просто выходили и предлагали, что тем, кто окружал их по жизни, что у них есть идея, они готовы ее реализовать, для этого им нужны денег. И люди просто жертвовали этим специалистам деньги, они реализовывали идею. Но иногда, в лучшем случае, те, кто эти деньги давал, получали какие-то подарки, либо, скажем так, изделия, в которых реализована эта идея. У нас есть возможность сегодня стать совладельцами технологии, в дальнейшем получать серьезный уровень дохода. Итак, в 2013 году было принято решение, зарегистрировано компанией Великобритании. Первые инвестиции пришли в январе 2014 года. Мы сегодня с вами находимся в 2016 году и уже середина этого года. Платформа, которая была выбрана, показала свою дееспособность, эффективность и то, что выбор был сделан правильным. Была предоставлена возможность людям стать совладельцами и технологией, люди стали инвестировать различные суммы денежных средств в развитие нашего проекта. У нас есть инвесторы, скажем так, которые приобрели на небольшую сумму денег, кто-то приобрел, скажем так, на не одну тысячу долларов долей нашей компании. Соответственно, в дальнейшем, когда будет прибыль делиться в виде дивидендов на всех тех, кто принял участие, чем больше у вас долей компании, тем больше будут ваши дивиденды. На данном слайде вы видите те структуры, которые давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигона. Это далеко не все структуры, но наиболее известный это Институт проблем транспорта Российской Академии наук, Госстрой России, Министерство экономики транспорта Российской Федерации, Российская инженерная академия, Петербургский госуниверситет путей и сообщений. Про организацию объединенных наций мы с вами уже говорили. Было получено более 50 патентов на ноу-хау, которые Юницкий использует технологии и более 40 международных дипломов и наград на различных форумах, выставках, про которые я тоже уже говорил. Кстати, у Анатолия Даровича Юницкого три высших образования, инженер транспорта, патентное право изобретательства второе и проектирование строительства высотных зданий, инфраструктурных сооружений. Струнные технологии, если говорить в целом, это не только транспорт второго уровня, о котором мы с вами говорим. Это также строительство мостов по струнным технологиям, это строительство взлетно-посадочных полос, строительство струнных портов и зданий. Высотных зданий, да, вы видите здесь на рисунке, как оно может выглядеть, и зданий коттеджного типа. Все это входит в Какие преимущества данной технологии по отношению к тем транспортным системам, которые мы сегодня имеем? Здесь выделены основные 12, их гораздо больше. Есть несколько материалов на сайте Юницкого и на сайте компании Skyway Capital, с которыми вы можете ознакомиться. В личном кабинете партнера есть подробное описание технологий и ее преимуществ. Здесь выделены, как я сказал, основные. Здесь есть беспрецедентный уровень безопасности, минимальный землеотвод, использование возобновляемых источников энергии, которые могут быть размещены прямо на путевой структуре, то есть на опорах, которые поддерживают эту путевую структуру. Отсутствие вредных воздействий на человека и природную среду, то есть там не будут строиться данные дороги. Экономия времени и финансовых затрат. Это важно и как при строительстве дорог, так и в дальнейшем при эксплуатации, при доставке определенных товаров либо грузов из одной точки в другую точку. Соответственно, чем дешевле будет доставка этого груза и снижено время этой доставки, тем дешевле данные товары будут на полках тех магазинов, либо, скажем так, компаний, которые эти товары будут реализовывать и те же услуги. То есть это важно и для людей из мира бизнеса. Быстрый срок окупаемости дорог. То есть срок окупаемости дорог может составлять где-то от года до пяти, в зависимости от сложности трассы, ее протяженности и так далее. То есть преимуществ огромное количество. Я обычно рассказываю про высокий уровень безопасности. То есть действительно транспортные потоки, людские потоки разнесены по уровням. Каждое транспортное устройство будет снабжено специальным противовосходным устройством. Идеальная ровность и прочность путевой структуры. Запас прочности путевой структуры минимум десятикратный по отношению к тем нагрузкам, которые она будет нести при передвижении транспортных средств. То есть данный вид транспорта, как я уже говорил, то, чего не было на сегодняшний день, и фактически то, что нам позволит, если говорить с точки зрения безопасности, сохранять ежегодно до миллиона человеческих жизней. Это то количество людей, которые гибнут в автомобильных авариях и катастрофах. И в десятки раз большее количество людей становится жертвами этих аварий, становятся, скажем так, инвалидами, получают различные травмы, которые ухудшают качество их жизни, которое было до аварии и которое стало после. Вот этого всего может не происходить, если мы начнем использовать технологию Юницкого. Мало того, это технология, которая, как и технология интернета, изменит жизнь человечества в целом. Появятся новые специальности. Те страны, которые будут реализовывать данные проекты на территории своей страны, средний уровень жизни людей, проживающих в этих странах, значительно вырастет. И плюс ко всему мы с вами сможем гораздо быстрее и комфортнее передвигаться, скажем так, по нашей планете, и гораздо больше успеть увидеть за свою жизнь. А увидеть только хочется много. 14-й год, как я вам говорил, знаменовался началом движения, привлечения инвестиций по технологии краудинвестинга. В 14-м же году было открыто в мае месяце наше научно-производственное предприятие в городе Минске. Сегодня там работает более 100 специалистов. 15-й год, который был, прошлый год стал ключевым. То есть именно в 15-м году, в начале года, определились с участком местности, за которым было принято решение бороться. Именно на нем планировалось в дальнейшем строить тестовые участки городского, высокоскоростного и грузового Скайвея. В феврале специалисты нашего конструкторского бюро, которое находится в Минске, разработали первые эскизные рисунки в привязке к конкретному участку местности, площадью там почти 36 гектар. Далее были проведены два раунда переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах со специалистами, скажем так, и с министрами транспорта Эмирата Абу-Даби. Намечены действия, которые планируются осуществлять в будущем. То есть переговоры были конструктивные и было принято решение, вплоть до того, что в 2019 году может быть построен такой же тестовый участок на территории Эмирата Абу-Даби. Специалистами нашей компании была предложена концепция строительства линейного города на одном из островов, который безлюдный, пищадный сегодня. Далее в июне месяце состоялся наконец-таки аукцион 22-го числа, на котором определено было, что участок местности в Минской области, в Пуховичском районе, недалеко от города Марина-Горка, закреплен за компанией струнной технологии, генеральным директором которой является Юницкий Анатолий Дуарович. 29-го числа была сделана запись в Едином государственном регистре недвижимом имуществе Республики Беларусь. Далее в июле закончилась реструктуризация группы компаний SkyWay. Мы перешли на работу с пакетами долей компании в доллар-миквиваленте, перерегистрировались на территорию Британских и Вирджинских островов. В августе месяце начались первые работы по строительству экотехнопарка, который продолжается и по сей день. В сентябре месяце специалистами нашей компании был получен Международный нефекционный код ценной бумаги. То есть это та процедура, которую проходят все публичные компании, акции, которые котируются сегодня на биржах, на различных биржах. В сентябре же месяце наше научно-производственное предприятие посетило делегации из Австралии во главе с Родом Хуком, человеком, известным в Австралии, реализовавшим уже в своей жизни не один крупный инфраструктурный проект стоимостью свыше 10 миллиардов долларов США. Австралийская делегация ознакомилась непосредственно с тем, что сделала на тот момент. Еще ближе познакомилась с технологией, познакомились с Анатолией Дарвичем Леницким, уехали к себе в Австралию с твердым намерением развивать данное направление на своем континенте. И сегодня мы видим в новостях продолжение того, что было сделано тогда. В октябре, точнее осенью 2015 года, группа компаний Skyway, предприятие струнной технологии, приняло участие в тендере, который проводился на территории Республики Беларусь. Там есть такая программа, «Зеленая экономика Республики Беларусь». В рамках этой программы на порядка на два десятка проектов была распределена сумма около 5 миллионов евро. То есть часть этой суммы поступила и в реализацию нашего проекта. В ноябре месяце группа компаний Skyway приняла решение перейти на новый инвестиционный продукт, которого до того момента не было. Это возможность приобретения долей компании в рассрочку, что дает, скажем так, эффект двойной, потому что наши инвесторы, наши клиенты, наши акционеры имеют возможность приобретать за незначительную ежемесячную выплату в итоге крупные пакеты долей акций нашей компании. И что еще хотелось отметить, благодаря данной схеме, внедрению данного инвестиционного продукта, компания может наперед планировать тот объем работ, который необходимо провести, потому что на несколько месяцев вперед почти стопроцентно видно, какие суммы к нам придут посредством краудинвестинга. И можно ориентироваться на то, что эти суммы будут больше, потому что у нас партнерские структуры растут, у нас активно сейчас развивается бизнес в странах восточной, западной и центральной Европы. У нас еще активнее бизнес стал развиваться на территории СНГ. Всего 64 страны, то есть инвесторы из 64 стран зарегистрированы и стали, скажем так, совладельцами долей компании в компании Skyway Capital. В 2016 году ознаменовался он в начале года, наверное, важное событие, которое особо не афишировалось нигде в новостях, об этом рассказал Анатолий Дароченицкий. Он отправил письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который сегодня является у нас премьером Российской Федерации. И в этом письме поблагодарил за то, что в свое время Дмитрий Анатольевич уделил внимание развитию нашего проекта на госсовете в Ульяновске и сказал, что тот вопрос, который задал на то время президент России, найдете деньги и можете реализовывать данную технологию. Мы нашли ответ, то есть деньги мы нашли, мы строимся в Белоруссии и приглашаем вас осенью посетить территорию Экотехнопарка, Центра международной сертификации и демонстрации, так это еще называется нынче у нас в компании Skyway, и убедиться самому лично, что из себя представляет технология, потому что в прошлый раз, как бы так, Медведев не успел побывать на испытательном участке, на тестовом полигоне. Сейчас такая возможность есть. В феврале месяце состоялось заседание экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации, и на основании тех презентаций, которые делал Анатолий Дароченицкий, экспертный совет при Министерстве транспорта РФ признал струнную технологию Юницкого инновационной технологией. В марте месяце это получило свое продолжение в том, что тот же экспертный совет признал технологию Юницкого перспективной. То есть данную технологию в перспективе могут использовать на территории Российской Федерации. Этого мы ждали давно. Это не говорит о том, что у нас теперь полностью везде включен зеленый цвет, но тем не менее, вы понимаете, это большой плюс, потому что мы часто слышали с 2014 года от людей возражения, типа, да кто вам это даст, да непонятно какой проект, хайп какой-то с технологией, неизвестно вообще, есть у вас технологии или нет. Вы понимаете, да, что уровень Министерства транспорта, где технология получила признание, говорит о том, что мы имеем реально уникальную технологию, привлекаем инвестиции в реализацию, и данная технология даст большой плюс человечеству в целом, а акционерам, те, которые сегодня станутся владельцами долей компании Skyway, в итоге у них получится очень обеспеченное финансовое будущее, причем недалекое будущее. Далее, очень важным моментом в развитии технологии в этом году станет мероприятие, которое будет проходить в городе Берлине. Это крупный транспортный форум под названием «Инотранс». На нем будет присутствовать порядка двух с половиной тысяч компаний, как сказал наш директор по международному развитию Виктор Бабурин, и одной из компаний будет компания Skyway. То есть специалисты нашей компании в категории транспортная инновация представят нашу компанию, как говорит Анатолий Дарвич Юницкий, там мы продемонстрируем транспортные средства, то есть городской Skyway и легкое транспортное средство, так называемый Unibike. Все чаще о нашей технологии, о нашей компании говорят, средства массовой информации, и буквально на двух славе, которые вы сейчас увидите, это краткий перечень, наверное, того, что происходит за последний месяц. У нас состоялось крупное мероприятие на территории Республики Беларусь 23-24 апреля, была международная конференция, экофестиваль, первый день прошел на территории Экотехнопарка, люди имели возможность познакомиться с специалистами наших конструкторских бюро, с Анатолием Ударовичем Юницким лично, была заложена капсула времени, обращение к будущим поколениям. Второй день проходила конференция уже непосредственно в гостинице Пекин, в городе Минске, то есть было более 700 человек, наших инвесторов с разных стран мира. Ну и вот после этого, скажем так, все чаще и чаще информация появляется в средствах массовой информации. Вы видите сайт Федерального информационного агентства Росбалт, где говорится о том, что Россия и Беларусь объединились в поисках инноваций и применяют данную технологию транспортную. Это даже, скажем так, ресурсы, нельзя сказать, что они наши конкуренты и так далее, но тем не менее, российские железные дороги и РЖД-партнер тоже на своих ресурсах дали информацию о технологии Юницкого. Агентство Интерфакс, на странице которого, скажем так, печатное издание, которое ежедневно, наверное, более миллиона человек выходит и читает информацию. Интерфакса тоже опубликовала статью России и признала SkyWay радио, их Москвы, потому что, скажем так, и на радиоканалах, на телевизионных каналах опять заговорили о технологии SkyWay. Вы видите здесь сайт Австралийского университета Флиндерс, на территории которого, кстати, благодаря деятельности Рода Хука и его компании, будет строиться тестовый участок протяженностью 500 метров, где будет снова продемонстрирована технология SkyWay. И речь там уже идет, ну, скажем так, компания Рода Хука развернула очень серьезную деятельность и, скажем так, целый ряд вопросов уже обсуждается на уровне транспортных министерств, скажем, например, того же Южного Уэльса и так далее. То есть мы ждем в июне месяце австралийскую делегацию, крупную, с чиновниками, довольно высокого уровня, которые посетят наш экотехнопарк, наше научно-производственное предприятие в Беларуси. На телевидении, на радио в Австралии целый ряд, скажем так, печатных изданий размещают информацию о технологии и где-то даже торопят чиновников австралийских с тем, чтобы они приступили к реализации данного проекта. Информацию об этом, да, вы можете найти в новостях, которые размещаются на сайте группы компании SkyWay. То есть у нас подробно рассказывают, где, какие каналы, какая радио, скажем так, передача, на каком радио выступал Родхук и так далее, и так далее. 16-й год, в течение этого года планируется сделать следующее. То есть до октября месяца планируется построить городскую трассу SkyWay, да, причем как в навесном варианте, так и в подвесном варианте. Это будет на территории экотехнопарка, недалеко от города Марино-Горка. Параллельно сейчас началось строительство легкой трассы, юнибайки, да, также параллельно запускается строительство грузового SkyWay, и к началу 17-го года планируется продемонстрировать и грузовую трассу SkyWay, разгрузочный терминал, точно так же будут возводиться анкерные опоры, будут натягиваться струны, устанавливаются фермы и так далее, и так далее. Одно мероприятие крупное уже прошло, как я вам сказал, 23-24 апреля. И, конечно же, важное мероприятие – это выставка в Берлине, мероприятие в Берлине с 20 по 23 числа, на котором будут продемонстрированы транспортные средства SkyWay. В октябре планируется проведение крупной международной конференции на территории Республики Беларусь, и мы планируем, что на этом мероприятии будет минимум в 3, а то и в 5 раз больше людей с целого ряда стран, наших инвесторов. То есть это порядка 2-3 тысяч человек. По сути, если говорить о технологии, то, наверное, все, что я хотел вам сейчас донести. Я не стал показывать ролик про госсовет, потому что вы его легко можете найти на наших интернет-ресурсах, на каналах YouTube, на сайте Анатолия Дородича Юницкого. Но, тем не менее, ролик, который продемонстрирует, что сейчас происходит на территории Котехнопарка, это где-то 7-10 дней назад, я сейчас вам покажу. То есть он займет где-то 3 минуты, а потом мы перейдем к предложению компании SkyWay Capital непосредственно. Ну и дальше, если будут какие-то вопросы... Что такое Эко-Технопарк? Эко-Технопарк – это центр практической реализации инновационных технологий SkyWay, их международной экспертизы и сертификации. Строительство Эко-Технопарка ведется в Белоруссии на участке площадью 35 гектаров, рядом с городом Марьиногорка. Именно отсюда SkyWay выйдет на мировые рынки и сформирует природоориентированную глобальную транспортно-инфраструктурную систему. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы посещаем Эко-Технопарк, где происходит очень много всего интересного, но обо всем по порядку. Строительство Эко-Технопарка SkyWay продолжается, и все работы проводятся в строго установленные сроки. В прошлых репортажах мы уже отмечали, что место становится все более популярным в любителе активного отдыха. И чем дальше продвигается сооружение Центра инновационных разработок, демонстрации, сертификации, испытаний, производства, совершенствования технологий струнного транспорта, тем более заметней становится красота природы, которая окружает это место. В день посещения строительной площадки наша съемочная бригада стала свидетельницей бетонирования колонн промежуточной металлической опоры. Напоминаем, что подобные элементы путевой структуры могут изготавливаться из различных материалов, и в Эко-Технопарке SkyWay решено было продемонстрировать два варианта. Железобетонный, а в силу местных особенностей, в частности завода железобетонных конструкций, расположенного неподалеку, оказалось более выгодным ставить именно такие опоры, и металлический. В подобном случае легкая стальная опора устанавливается на свое место, а потом уже происходит заполнение бетоном полости ее вертикальных колонн и обетонирование снаружи. Уже вывезены на место и подготовлены к монтажу фундаментные стаканы промежуточных опор легкой транспортной системы. Напоминаем, что по ней вскоре побегут самые спортивные транспортные средства из всего подвижного состава SkyWay – юнибайки. Но самым важным событием этого дня стало, безусловно, бетонирование фундаментной плиты второй анкерной опоры городской и высокоскоростной пассажирских линий. На транспортно-логистическом узле SkyWay, совмещенном с первой концевой анкерной опорой, работы тоже не останавливается, но сейчас все наше внимание сосредоточено именно на этом объекте. В день посещения экотехнопарка SkyWay нашей съемочной группе посчастливилось увидеть как начало, так и успешное завершение работы по бетонированию фундаментной плиты второй анкерной опоры. В основе этого объекта, как вы можете видеть своими глазами, помимо сотен тонн прочнейших строительных материалов, заложены и самые тонкие материи, добрые пожелания, чистые эмоции и светлые мысли многих наших партнеров, посетивших это место в недавнем прошлом. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресе rsv-defisystems.com Слово «анкерная» означает «якорная». Если вы чувствуете, что хватит болтаться, как цветок в проруби, и пора бросить где-то якорь, в нашем проекте вам всегда будут рады. Строй SkyWay, спасай планету! Итак, друзья, инвестиции, которые мы привлекаем, они все идут на реализацию данного проекта, на строительство экотехнопарка, на заказ необходимых узлов, агрегатов, материалов, то есть конструкции, которые нам необходимы для того, чтобы построить в срок, как я уже говорил, в планах в октябре уже продемонстрировать действующую городскую трассу. И я вижу, здесь возник вопрос, или точнее написали, что дайте ссылки, по которым можно будет смотреть информацию, дающуюся на презентации, то есть ролики. По этой ссылке вы можете перейти, которая появилась в чате, на наш канал SkyWay Webinars, где там записи всех вебинаров и мероприятий, проходящих онлайн. А справа на этой странице, если вы на нее перейдете, вы увидите там квадратики, то есть похожие страницы и так далее. Там есть страница SkyWay Capital в YouTube, где большое количество роликов, посвященных и технологиях, и ответов Юницкого лично, да, непосредственно на многие вопросы. Вот там есть страница SkyWay, то есть квадратики в таком. Далее там будут страницы наших партнеров, но первые там две-три, это официальные ресурсы, на них вы можете получить информацию из официальных источников, официальных видеоматериалов. Итак, друзья, переходим с вами ко второй части нашего сегодняшнего вебинара, это предложение компании SkyWay Capital. То есть мы занимаемся инвестициями, да. Сегодня, в принципе, есть огромный объем информации, касаемый возможностей, чтобы вы стали инвестором, да, но, как правило, предлагают проинвестировать свои денежные средства, многие двигаются по старой схеме, относят деньги в банк на депозиты, да. Но, к сожалению, если они не читали книжек о финансовой грамотности, там Бодо, Шефера, Киосаки и так далее, то деньги, которые лежат в банке, они, как правило, ничего не приносят, по сути дела, обесцениваются, да. У нас есть еще целый ряд возможностей, скажем так, создания своего будущего дохода. Если у вас достаточное количество денежных средств, там, от сотни тысяч долларов и выше, вы можете попробовать себя на рынке недвижимости, да. Если у вас, скажем так, не страшно потерять там 10, 20, 30 тысяч долларов, 50 тысяч долларов на рынке фондовом, да, вы можете попробовать приобрести акции каких-либо компаний, уже котируемых на бирже, да, то есть стоящие довольно приличную сумму денег, возможно, они вам принесут какой-то уровень дохода. Вы можете попробовать свои силы на рынке Форекс, если, опять же, у вас есть свободные, которые вы не боитесь потерять, 10, 20, 30, 50, 100 тысяч долларов, да, потому что там можно в один миг остаться без всего. Единицы выигрывают, да. Но как учат специалисты, которые обучают людей финансовой грамотности, да, один из способов, который может принести вам серьезный доход, это распознать возможность, скажем так, компанию, которая только-только заявила о себе, где акции этой компании стоят практически ничего не стоят, да, как в нашем случае, потому что с высоким уровнем доходности вы сегодня можете приобрести по выгодной цене доли компании Skyway Capital, да, и в дальнейшем при выходе уже данной компании на мировой рынок получить очень серьезный уровень дохода. Вот именно эту возможность мы сегодня реализуем и предоставляем каждому человеку, неважно, скажем так, из какой социальной группы, студент, пенсионер, я не знаю, там, из рабочей среды, инженерной среды, там, интеллигент вы или кто, не важно, кто вы, не важно, сколько вам лет, важно, что вы по мере своих, скажем так, финансовых возможностей, физических, моральных, духовных, можете принять участие в крупном инвестиционном инновационном проекте. У нас есть миссия обеспечения финансирования новой мировой системы транспортных сообщений, объединить в этом проекте ожидания людей всего мира в экономически, скажем так, в экологически чистом, безопасном, высокоскоростном, намного более доступном по цене в виде транспорта, да, и при этом создать еще благоприятные условия для реализации вашего потенциала, особенно тех людей, которые не прочь стать финансово независимыми, да, есть вот такое состояние, когда вам абсолютно все равно, что и где, сколько стоит, вы можете себе, скажем так, легко позволить это, при этом не ломая голову над тем, сколько денег у вас в кошельке останется. То есть вы можете заниматься то, что вам нравится, не ради денег, да, и никогда не делать то, чего вам не нравится, за деньги. Основная цель – это привлечение необходимого объема инвестиций для реализации технологий, о которой мы с вами сейчас говорили. Система привлечения – это краудинвестинг, народное инвестирование, да, и результат – это вывод данного вида транспорта на мировой транспортный рынок и вывод тех людей, которые стали совладельцами технологий, на рынок инвестиций с теми долями компании, которые вы сегодня можете приобрести. Задача сегодня – привлечь максимальное количество инвесторов и денежных средств на основе микрофинансирования. Принять участие в нашем проекте можно даже проинвестировав сумму ниже тысячи рублей Российской Федерации. То есть пакет 15 долларов, он оставлен. Руководство приняло решение все-таки не убирать минимальную инвестицию размером 15 долларов США. Уровень доходности, как мы говорили, на седьмом этапе снижен. Вы сегодня его увидите. Но тем не менее. Далее мы создаем благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, чтобы вам было удобно, комфортно, не выходя из дома, вы можете стать совладельцами в ближайшее время крупнейшей транспортной компании. Потому что перспективы, как говорит генеральный конструктор, это 30-50% всего мирового транспортного рынка. Рынка очень емкого, на котором крутятся миллиарды и триллионы долларов. Соответственно, 30-50% это очень-очень большой кусок, это очень-очень, скажем так, большое количество денежных средств. И вот от этого количества денежных средств каждый из наших сегодняшних инвесторов, потенциальных инвесторов, кто это сделает шаг сегодня, смогут получать доход ежегодно в виде дивидендов, либо от продажи пакетов по более выгодной цене, потому что с момента реализации данной технологии, предполагаемая стоимость, кстати, отдельно взятой акции к 2017 году, это 1 доллар США. По мере реализации технологии, вы понимаете, да, стоимость акций будет только расти. Как это происходит с акциями любой компании, скажем так, которая приносит прибыль, которая реально приносит человечеству что-то полезное? Да, возьмем стоимость тех же акций компании Apple, они стоят далеко не 1 доллар. Вот, но сегодня, наверное, уровень доходности, если вы сегодня купите большой пакет за большое количество денежных средств, да, акции по вам такого не принесут. Кстати, представьте себе ситуацию, вот как было в конце 70-х годов Билл Гейстом, Стив Джобс начали развивать свои компании, и представьте, они к вам тогда обратились и сказали, проинвестируйте 100, 200, 300 долларов в мой проект, и вы станете миллионерами, да, потому что те программы, те устройства, которые мы будем разрабатывать, будут использоваться миллионами людей. Они будут это покупать, а вы будете получать в итоге доход. Вот, вот то же самое сегодня происходит только в транспортной отрасли с технологией, которую сегодня реализует Анатолий Дородич Юницкий с компанией Skyway. Наша задача также обеспечить максимальную прозрачность и максимальное информирование у вас обо всем, что происходит в развитии группы компаний Skyway, технологии и компаний Skyway Capital в частности. Условно опять можно на 4 части разбить реализацию нашего проекта в итоге, да, сегодня прежде всего это своевременное финансирование каждого отдельно взятого этапа, сегодня мы на седьмом этапе, и нужно выполнить определенный перечень работ, с которыми вы можете также найти на сайте наш 15-этапный план развития и ознакомиться с ним, да. Строительство экотехнопарков. В дальнейшем, когда прекратится инвестирование в корневую технологию, люди смогут покупать акции отдельно взятых адресных проектов и получать прибыль только оттуда. Те, кто инвестирует сегодня, будут получать свой доход с огромного количества адресных проектов. То есть, как я уже говорил, мы зарегистрированы в Великобритании, возможности инвестировать есть из любой страны мира. Приобретая пакеты акций компании Skyway Capital, в конце месяца каждого вас заносят в реестр основного реестра держателей, вы становитесь собственниками технологии. У нас реализована круглосуточная информационная поддержка и очень высокий уровень капитализации, ну вот за ближайшие 3-5 лет, свыше 5000% фактически имеет каждый инвестор нашего проекта. То есть, в дальнейшем, если вы сегодня становитесь совладельцем технологии, вы будете получать прибыль от использования каждого километра дорог в разных уголках земного шара. Ну а сегодня еще благодаря нашей партнерской программе вы можете создать свой собственный бизнес, то есть, делясь информацией с окружающими у вас людьми о развитии нашего проекта, вы можете получать доход. Компания выплачивает определенные проценты тем людям, которые помогают нам привлекать инвестиции, то есть, часть этой суммы выплачивается нашим партнерам. Проинвестировав даже на 15 долларов в США, вы сегодня по нашей партнерской программе можете зарабатывать и сотню долларов, и не одну сотню долларов в месяц, и не одну даже тысячу долларов в месяц. У нас высокий процент, может быть, у вас выплат от того, что вы работаете с информацией о нашей компании, до 20%. Достаточно большая глубина структуры, до 24 уровня, да? Нет ограничений по количеству тех людей, которым вы можете дать информацию, зарегистрировать их по своей реферальной ссылке. Важный еще один момент. Компания, помимо того, что, если вы осуществляете деятельность и строите партнерскую структуру, начисляет вам деньги на бонусный счет в виде вознаграждения, которое вы можете выводить, также у нас есть акционный счет. Правда, с седьмого этапа деньги на акционный счет начисляются в объеме половины от того количества, которое начисляется на бонусный счет. И эти деньги вы можете использовать на приобретение пакетов акций, увеличение портфеля инвестиций в нашем проекте. То есть, используйте этот подарок, щедрость, скажем так, руководства нашей компании. Задача партнерки – это привлечение порядка 300 миллионов долларов США в реализацию технологий. Буквально вчера вышел, скажем так, обновленный бизнес-план, касаемый непосредственно развития экотехнопарка и дальнейшего использования нашей технологии. Там посчитано, что необходимо сейчас еще 240 миллионов долларов США привлечь для того, чтобы все у нас было, как мы говорим, как на мази. В дальнейшем – это планирование создания адресных проектов. Сейчас создаются большие региональные структуры. Эти люди, которые берут на себя дополнительную ответственность, могут еще получать вознаграждение отдельно по программе, которая у нас существует для региональных лидеров. То есть, оптимизируются все бизнес-процессы для привлечения максимального количества инвестиций в проект группы компаний Skyway. Итак, сейчас вы на экране видите тот прайс-лист обычных стандартных пакетов, которые не имеют отношения, как мы говорим, к акционным пакетам. Сегодня он выглядит следующим образом. Опять же, инвестиции остались у нас прежние от 15 до 150 тысяч долларов. Но уровень доходности, те, кто помнит, на шестом этапе он был от 53 до 500, сейчас на стандартных пакетах уровень доходности от 36 до 350. Рисковость вложения в наш проект снижается с каждым днем, венчурность нашего проекта уменьшается. Нам есть, что показать, нам есть, что продемонстрировать, куда идут деньги, во что они вкладываются и так далее. И уже достаточно большое количество наших партнеров получает серьезный доход по партнерской программе. То есть уже сегодня любой из вас имеет возможность стать успешным, финансово обеспеченным человеком. Здесь вы видите пакеты, которые у нас предлагаются с сегодняшнего дня. То есть это пакеты на транс. То есть раньше у нас был пакет юбилейный. Если вы в течение 4 месяцев готовы инвестировать по 1000 долларов США, например, то вам сначала будет по дисконту 235 начисленное количество акций. Дальше 270, 290 и 300. Что хотелось бы еще сказать. У нас существует пакет акций, который вы можете приобретать в рассрочку. Да, дисконт сегодня на этих пакетах тоже ниже, чем он был. Но тем не менее, опять же, приобрести эти пакеты вы можете на выгодных условиях. Инвестируя 250 долларов США, например, на протяжении 10 месяцев на выходе у вас получается 26250 акций. То есть это серьезный доход в будущем. Этот пакет вы сможете продать, если вы купите несколько таких пакетов. Соответственно, у вас их будет несколько. Далее у нас есть отдельные бонусные программы. То есть если вы, скажем так, делаете двойной платеж, соответственно, вам еще будут подарены дополнительные акции. По каждому пакету приобретения акций в рассрочку, вы можете ознакомиться с информацией в личном кабинете. Прежде чем сделать инвестицию, вы можете нажать подробности и ознакомиться с тем, что вы получаете, что вы приобретаете, какие действия нужно сделать, чтобы, например, получить дополнительный бонус. У нас есть инструменты для ведения партнерской программы для развития бизнеса. Находятся они в разделе «Инструменты партнеры». Это план вознаграждения, где объясняется, за что и какие деньги вы можете получать, какие проценты начисляются. Вы можете его скачать на свой компьютер и давать информацию своему окружению о партнерской программе. Реферальные ссылки, благодаря которым вы начинаете получать как раз-таки доход. Именно по ним регистрируются ваши партнеры. Баннеры. Это для тех людей, которые умеют развивать интернет-бизнес, инфобизнес. У них есть свои сайты, блоги. И баннеры, более 60 видов баннеров разного размера, вы можете разместить на своих страницах в интернете. Раздел новостей внутри личного кабинета относится к инструментам развития бизнеса, потому что возле каждой новости у нас есть кнопки соцсетей. И в той соцсети, если вы зарегистрированы, можете нажать кнопку, написать краткий комментарий, о чем эта новость. И данная информация размещается на вашей страничке. В итоге люди, переходящие по этой информации на наши интернет-ресурсы, к информации прикреплена ваша реферальная ссылка, ваши потенциальные партнеры. У нас есть череда обучающих мероприятий, подобные презентации, вебинары, живые презентации, проходят которые в разных городах. Информацию о них вы можете узнать на странице нашего сайта. О вебинарах, которые у нас проходят каждый день, вы можете узнать в разделе «События», расписание вебинаров. Было бы желание только их посещать и разбираться в информации. Есть возможность обращения в службу технической поддержки как со страницы личного кабинета, так и со страницы сайта. Задавайте вопросы. У нас круглосуточно работают специалисты технической поддержки. В принципе, если в двух словах сказать, действительно, у каждого из вас сегодня есть отличная возможность принять участие в крупном инвестиционно-инновационном проекте, приложить, как я говорил, свои духовные, моральные, физические усилия, финансовые, пусть даже незначительные средства поначалу, но благодаря той же партнерской программе начислению денег на ваш акционный счет вы можете увеличивать количество акций, свой портфель инвестиций расширять в нашем проекте и в итоге в дальнейшем получить очень серьезный пакет. На данном слайде вы видите координаты нашей компании в Москве. Вы можете посетить наш офис, но главное, чтобы вы предварительно связались со специалистами отдела информационной поддержки, который работает у нас в Москве. Кстати, это, наверное, если говорить о компаниях, в которых есть партнерская программа и которые используют принципы MLM бизнеса, я бы пока не сталкивался больше ни с одной компанией, где есть такой отдел, который может вам в режиме реального времени рассказать, показать, подсказать, что нужно сделать, рассказать о проекте, что мы из себя представляем, поддержать и дать вам полную информацию. На этом у меня все. Если вопросов нет, то я вам рекомендую еще успеть заварить себе кофе либо чай, намаживать бутерброд маслом, если вы хотите, взять ручку, тетрадку и посетить мероприятие, которое будет проводить через 7 минут Владимир Маслов, где он будет рассказывать о адресных проектах, о том, как с ними работать, как в дальнейшем использовать, что это может дать компания, что это может дать вам. Вас же я могу только поблагодарить за внимание, за то, что были сегодня с нами. Завтра в 13 часов я провожу вебинар, который будет рассказывать о партнерской программе компании. Поэтому, если вы хотите разобраться, что она из себя представляет, жду вас в завтанном вебинаре, а сегодня разрешите откланяться. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok